Сегодня Приморский край находится на 68-й строчке национального экологического рейтинга регионов. Всего в этом списке 85 позиций по количеству субъектов федерации. Еще одна цифра – 85% россиян готовы отказаться от пластиковых пакетов. По их мнению, это сократит количество отходов и улучшит экологию. Но вот раздельный сбор мусора в Приморье – пока не централизованный механизм, а разовые волонтерские акции. Одна из них под названием «Раздельный сбор» прошла на днях во Владивостоке. Пункты приема были открыты в двух местах – в сквере Дворца культуры железнодорожников и у главного корпуса ДВФУ. Горожане приносили ненужную макулатуру, металл и пластик. Когда мы сдаем переработку отходов, которые образуются у нас дома, тем самым мы разгружаем полигоны и мусоросжигательные заводы и дальше пускаем в цикл сырье, отправляем в цикл обратно в производство. То есть вместо того, чтобы вновь и вновь производить, добывать нефть, для того, чтобы произвести пластик, мы, по сути, возвращаем сырье обратно. Однако прежде чем положить вторсырье в контейнер, участники акции его самостоятельно сортировали и готовили к сдаче. Готовый к сбыту мусор приносили к точке сбора, где волонтеры раскладывали вторсырье по разным контейнерам. Активисты сортировали в коробке старые газеты, ненужные книги, офисную бумагу, упаковки от яиц, пластик, бутылки, ведра, баночки от косметики, а также металлические изделия, алюминиевые и жестяные банки и другие малогабаритные предметы. Макулатура оказалась самым массовым сырьем. Хорошо, что есть вообще вот эта акция, потому что контейнеров почти для пластика нет. Единственное, что некоторые частные начинания есть у кофемашины, например, они поставили пластиковые контейнеры в двух своих точках. В акции приняли участие более 700 горожан. За три часа волонтеры собрали больше тонны мусора. Пример Владивостока заинтересовал и другие города Приморья. Неравнодушные жители готовы провести подобную экологическую акцию и в своих муниципалитетах. Мы приехали на раздельный сбор мусора, вот всей семьей собирали пластик полгода и первый раз выбрались сюда наконец-то сдать его. И узнать, как можно в Артеме провести такую же акцию по раздельному сбору мусора. Экологические акции проводятся примерно раз в месяц. Активисты говорят, что в городе остро не хватает контейнеров по раздельному сбору мусора и сортировочных линий. Всего же в рамках последней акции владивостокцы сдали на переработку 164 мешка пластика и 14 мешков металла. Сегодня в Приморской столице вторую жизнь мусору дают и на полигоне по переработке и утилизации твердых бытовых отходов на улице Холмистой. В апреле этого года здесь запустили вторую линию по сортировке мусора. Полуавтоматическое распределительное оборудование позволяет отбирать вторсырье качественнее и в больших объемах. Мы же ожидаем, что с 1 января у нас заработает региональный оператор и региональный оператор правильно должен организовать обращение с коммунальными отходами для того, чтобы и природу мы сохранили, и жители, конечно, наши понимали, как вращаются отходы и, соответственно, все мы будем участвовать в этом процессе. Сортировка мусора на первой и второй линиях проходит в полуавтоматическом режиме. Конвейерным прессом поднимают отходы на второй этаж в отсек сортировки. Пока он двигается по ленте, сотрудники в спецодежде вручную сортируют пластиковые пакеты, бутылки, алюминиевые банки, стекло, бумагу и строительный мусор. Все, что считается полезным, спрессовывают и отправляют в цех вторсырья, а после реализуют для переработки. Разные регионы страны подходят к проблеме мусора по-разному. От обучения сортировки отходов в детских садах до робототехники. Будет ли в Приморье создан работающий механизм, который позволит краю гордо занимать первые строчки экологических рейтингов, или проблема так и останется на совести волонтеров, покажет время. Дмитрий Беломеснов, Евгений Опарин. Новости на восьмом.